Приветствую вас, я начну отвечать вам со второго вопроса. Я думаю, что ответ на него совершенно очевиден, по крайней мере для меня этот ответ нет, но мне кажется, что вы знаете это и так. Мне кажется, вы сами знаете ответ на этот вопрос. Но почему это все равно его задаете? В том, что вы все равно его задаете, несмотря на то, что знаете ответ на этот вопрос, мне кажется, что это связано с тем, что вы либо хотите разрешение, и вы неуверенный в себе человек, не совсем уверенный в себе человек, И тогда нужно работать с уверенностью в себе в вашей, вот, либо вы, ну, как бы это сказать, играть в такую игру, когда, когда вам хочется получить какую-то долю, ну, какую-то долю внимания к себе, какую-то долю эмпатии к себе, и вот вы хотите таким образом получить поддержку, вот. Но правда, что к счастью или к сожалению вам ни то, ни другое не поможет, вот, правда, что вам не поможет поддержка, если вы не уверены сами в себе, вот, правда в том число, если вы не можете, например, опираться на себя, вот, то вы будете, как бы, постоянно зависеть от этой самой поддержки. Постоянно будете начаться в ней, постоянно будете испытывать в ней потребность, и в итоге просто-напросто никуда не придете. Вот, вот, это первое. А второе, о чем нужно сказать, это то, что, это отвечая на ваш первый вопрос, лучше всего кому-то поплакать, лучше всего кому-то поплакать, лучше всего поплакать именно, именно, вот, конкретному человеку, может быть, ваш близкий, знакомый, друг, вот, Ну, наиболее эффективно, наверное, поплакать все-таки психологу, вот, специалисту, который, вне всякого сомнения, облажает наибольшими ресурсами для помощи вам, вот, поработать, поработать с травмой, потери и так далее. Ситуация, которую вы описываете, она противоречивая. Вы говорите, что пытаетесь достаточно давно построить отношения, вы говорите о том, что у вас не получалось это сделать, и вы говорите, что встретили более-менее достойного парня, пищевые. С другой стороны, вы говорите, что, почему я так переживаю, ведь у нас были несерьезные отношения, и я не была, блин, мне кажется, что здесь вы несколько лукавите, потому что при вашем подходе, при том, что вы устраиваете свои отношения из позиции, что, вот, наконец-то вы нашли более-менее достойного парня, что вам кажется, что вы проклятые, что вы имеете право на счастье и так далее. Вот, это все-таки такая, вот, я бы сказал, чрезмерная мотивация, вот, и, соответственно, вы, скорее всего, эту мотивацию уже направили на мужчину, вот, что являлось вот в таком, в такой реактор, на хоть вот то, что его больше нет. Вот, это, конечно, очень печально, очень трагично, действительно, грустно, вот, но, если говорить о вашей реакции, то ваша реакция связана, на мой взгляд, именно с этим, именно с тем, что для вас это был чуть ли не последний, чуть ли не единственный шанс, ну, добиться вот того, что вы хотите, а именно построить отношения. И когда этот шанс вы потеряли, когда молодого человека не стало, вот, естественно, вам очень болезненно было, естественно, вам было очень болезненно. По-другому, бывает, вообще говоря, довольно редко, вот. То есть здесь, с одной стороны, ваши комплексы, вот, связаны с тем, что вы какая-то не такая, и попытка, вот, как раз, устраивать отношения именно, вот, с такой позиции, что я не могу остаться одной, я не хочу остаться одной, и так далее. Вот, а, с другой стороны, это вот именно просто реакция, естественная реакция на смерть. Это нормально. Вот, поэтому я бы сказал, что в двух направлениях вам нужно здесь работать. Вот, это вот первое направление, и, соответственно, второе. Ага, ну, самостоятельно вам с этим не справиться, скорее всего. А, нужна вам, на мой взгляд, помощь в коррекции мотивации. То есть, ну, на мой взгляд, сейчас вы используете далеко не лучшую мотивацию для выстраивания отношений, потому что вы делаете это, там, с такой, ну, с такой позиции, и что я проклятый, что все в отношениях, а я нет. Вот, соответственно, здесь, ну, что вполне логично, есть зависимость, зависимость от человека, соответственно, естественность вашего победения. То есть, вы, вот, испытывая потребности кто в том, чтобы быть в отношении с кем-то. Ну, в данном случае, вот, с мужчиной, например. А вы, естественно, ведете себя не совсем так, как вам свойственно. Вот, из-за чего может, в принципе, искажаться и ваш образ, который у вас изначально есть, и игнорироваться, не участвоваться, а ваши желания, ваши потребности. Вот, и вы можете испытывать страх. Вот, обратите внимание, что вы не поверили. Вы пишете, что вы не поверили своему молодому человеку, что он лежит, значит, в твоем больнице. Вы решили, что он вас обманывает, вплоть до того, насколько это навязчивая идея для вас. Стало, что вы решили пойти его проверять. И, на мой взгляд, это вот, ну, о чем еще может свидетельствовать подобное поведение. Кроме как о том, что вы не уверены в ступень, да, ну, как бы сложно достаточно представить. Вот, поэтому, на мой взгляд, вам необходима работа с уверенностью в себе и работа с вашими страхами и комплексами, вот, которые у вас, на мой взгляд, присутствуют. Присутствуют достаточно сильно. Вот, как мне кажется, вплоть до навязчивых мыслей определенного рода. Вот. Это, конечно, не приятно. Вот, это, конечно, не очень хорошо, но... Хорошая новость в том, что это можно корректировать. Вот. Вот, наверное, как-то так. Следующий важный момент, на который обязательно хочется обратить ваше внимание. Это момент такой, что вам, судя по описанию, судя по тому, как вы себя ведете, ваше внимание, вам не слишком интересна ваша жизнь. Вот, судя по тому, как много вы уделяете внимание о молодому человеку, судя по тому, как много вы о нем думаете, как много вы переживаете о нем, беспокоитесь о нем и прочее. Я бы, вот, сказал бы, что... Сказал бы, что... Вам не особо чего интересно, кроме, вот, ваших отношений. И, конечно, это довольно-таки серьезно сказывается. Вот, поэтому, помимо всего прочего, вот, очень желательно, чтобы вы поработали над интересом к своей жизни. Вот, чтобы вы увидели для себя некоторую возможность идти по ней, по своей жизни вне зависимости от того, кто рядом с вами. Данный аспект мог бы подслужить хорошим основанием для того, чтобы вы лучше понимали и замечали свою цену, которую сейчас вы не замечаете и не чувствуете. Вот, из-за чего вам также может... Ну, из-за чего вам также может быть сложно взаимодействовать с мишиной. Вот. Отдельным пунктом идет отношения с мамой вашей, которые почему-то строятся на том, что мама может вам что-то запретить, мама может вам что-то не позволить, а вы с этим соглашаетесь, как-будто бы. Вот, это очень момент достаточно важный, потому что, извините, вы взрослый человек и вы можете уже сами прекрасно распоряжаться своей жизнью. Вот. Мана в принципе не участвует в том, чтобы сделать. А если она участвует, если она вмешивается, то, скорее всего, из-за того, что у вас не в полной мере простроены личные границы с мамой. Я имею ввиду. психологическая таким образом, значит, также необходимо работать в этом направлении, направлении того, чтобы между вами и вашей мамой произошла в какой-то момент сепарация. Я имею ввиду психологическая сепарация, потому что мне кажется, что от мамы своей вы не сепарировались до сих пор. До сих пор вы достаточно сильно от нее зависимы. Что, конечно же, на мой взгляд, является неприемлемым для вашей жизни совершенно невозможным с точки зрения продвижения самостоятельного поведения, с точки зрения выстраивания отношений и даже с точки зрения реализации себя. Это все довольно серьезно на вас влияет. и Хочется также сказать, что у вас присутствует элемент мистического мышления, мышления, когда вы говорите про проклятие, про то, что вам там смеются в лицо и прочее. Это очень сильно похоже на проявление мистического мышления. Что это такое? Мистическое мышление это выделение того, что происходит во внешнем мире в качестве отдельных моментов, в качестве отдельных фактов от вас полностью независимых. И предание этих фактов предание этим фактам чрезмерного значения. Это становится возможным благодаря вашим потребностям, благодаря вашим желаниям. вашему подходу в первую очередь к собственной реализации и собственному победению. на мое мнение это очень важная история. На мой взгляд это очень важный момент. Соответственно на него нужно ваше внимание также обратить. в противном случае я боюсь что как вы чувствовали себя жертвой так вы себя чувствовать ею и продолжите потому что личной ответственности в том что происходит у вас нет. Так же как и границ ну границ соответственностью других людей у вас также судя по всему нет. Потому что вы задаете вопрос относительно того обязаны ли быть одинокой до конца пандемии. Вот то есть это такая попытка по сути переложить ответственность на нас. Вот что на мой взгляд является достаточно деструктивным направлением поведением вот и в общем цел никуда не ведущим. потому что повторюсь это ваша жизнь только вы решаете как вам ее жить. А есть еще мамин жизнь которая также зависит только от нее от мамы. даже если вам она говорит совсем другое. Вот поэтому здесь такой вот есть на мой взгляд важный аспект на который на который имеет смысл обратить внимание вам по крайней мере. Вот в целом я вам безусловно сочистую вот в целом безусловно мне очень жаль что вы попали в такую ситуацию вот ситуация правда очень неприятная ситуация очень драматичная травмирующая для вас вот я это прекрасно понимаю но честно говоря вот если говорить например о сострадании к вам если говорить о сочувствии к вам то я это делаю с известной степенью осторожности потому что мне кажется что чрезмерное количество подобных эмоций подобных чувств могут вернуть вас в исходное положение то есть положение когда вы по большому счету полностью зависит от другого человека вот чего бы мне конечно не хотелось вот поэтому свою задачу как психолога вот я я вижу как раз в том чтобы постараться максимально научить научить вас жить своей жизнью вот опираться на себя в своих решениях и внести ответственность за себя все в том что касается вас но для этого необходимо и ваше желание что-то менять в своей повседневной жизни вот потому что сейчас ну вот по ощущениям вы пребываете вот в такой клетке в такой тюрьме из которой выхода особо вы не видите ну по понятным в принципе причинам вы не видите выхода сейчас вам и правда может казаться что выхода нет вот он конечно же есть просто сейчас вы его не видите и вам нужна поддержка вот это правда вот ну и вопрос ценности также мне кажется достаточно важным с одной стороны вы говорите что не были влюблены в молодого человека с другой стороны вы сокращаетесь по поводу с того что у них осталось с одной вот и мне кажется что такое некое противоречие вам восприятие реальности вам не может не мешать может быть где-то вы сталкиваетесь с числом стыда вот за ну за какие-то свои переживания за какие-то свои желания вот и очень важно этот стыд заметить если он действительно присутствует и с ним отдельно поработать потому что он будет вам скорее всего сильно мешать ну свободный вас он не сделает точно вот на этом пожалуй все что хотел я сейчас в принципе сказал уже вот теперь решение в общем-то только с вами будете ли вы заниматься психотерапией психотерапией например или нет вот будете ли вы вкладываться в процесс изменения себя или нет на этот вопрос можете ответить только вы вот поэтому я думаю что вам необходимо время для того чтобы например переварить то что много было сказано вот какие-то вещи автоматики вы совершенно не обязаны соглашаться со мной во всем вам нужно просто вот направить к себе себя то что я попытался на вас донести вот и посмотреть на отклик который который у вас возникает вот если отклик появится то прекрасно вот если нет значит возможно где-то в чем-то я не прав вот и это не совсем правда вот я бы не сказал что это прямо плохо вот наоборот где-то даже хорошо что что-то 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 не про вас в этой истории но все-таки я надеюсь что вы осознаете что у вас есть некоторые проблемы и некоторые проблемы они по себе не ведут и не решат вот их нужно решать вот потому что ну если бы можно было их решить либо их уже решили вот сейчас у вас на первом плане травма психологическая травма вот потери человека пускай и нелюбимого но сравнов явно не тяжелого вот и и и эту траву пережить, вот вам нужно её отболеть, чтобы она не отравляла вас, вот для этого вам нужна помощь. Вот, так что, я бы не затягивал с обращением к специалисту, вот, я бы не затягивал с обращением к психологу, вот, и обратился бы как можно раньше за помощью, вот, чтобы не, условно говоря, не стало хуже, вот. Вот решать уже вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот, я хочу пожелать вам всего самого доброго. Хочу пожелать вам мужества, чтобы справиться с этим и с тем, что выпало на вашу, так сказать, на ваш опыт. Вот. Ну, ну, ещё, пока не забыл, хотя бы вот что отметить. Вы сказали, что встретили более-менее достойного мужчину. Вот мне очень хотелось уточнить, что такое достойный мужчина для вас. Вот. Что вы в это вкладываете? Отношает ли это, что вы ищите у кого-то конкретного отношательного, что вы, общаясь с человеком, можете предъявлять ему какие-то требования. Если это так, то вы точно такие же требования. В принципе, можете предъявлять для себя. И ничего хорошего для вас об этом быть не может. Вот. Надеюсь, надеюсь, что помог вам. Удачи. Всего самого доброго.